Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Люберецкого районного телевидения программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Игорь Валерьевич Каханный, советник главы Люберецкого района и города Люберцы, президент благотворительного фонда «Люберецкий квартал». Здравствуйте, Игорь Валерьевич! Добрый день, уважаемые телезрители! Рад вас видеть в нашей студии! Взаимно! Сегодня я хотел бы поговорить прежде всего об очень серьезной социальной проблеме, которая существует в Люберецком районе, и не только. Это долгострой. Недавно у нас в городе прошел митинг обманутых дольщиков, компания «Держава Строинвест». Вы были на этом митинге. Что можно сделать с этой проблемой? Это был даже не митинг, хотели сделать в виде митинга, но получилось больше не митинг, а общение Совета депутатов Краскова с дольщиками. И я больше, наверное, выступал там как консультант. Действительно, с учетом моего послужного списка, этого опыта, который я приобрел на тех рабочих местах, и на тех должностях, где мне было поручено решать определенные проблемы, это была одна из тех проблем, которые я решал. И будучи, когда работал зам главы Люберецкого района и города Люберцы, когда курировал вопросы строительства, потом в области, когда работал в комитете по долюбому жилищному строительству. Действительно, одна из тем, в комитете это вообще прямое было поручение, мои должностные обязанности были связаны с этим, а что касается в городе, это одна из тем, которую я решал. Поэтому здесь я выступал в роли консультанта. Да, был сбор обманутых дольщиков на улице Лорха, Коренева, около этих домов, около долгостроя, два корпуса, которые не могут никак сдать с 2014 года. Вы знаете, когда один из вопросов, когда были дебаты, устроенные Единой Россией в преддверии предварительного голосования, мне задавали подобные вопросы, но там было всего лишь три минуты на ответ, поэтому здесь мы располагаем временем немножко больше, но пока у нас не будет жесткой позиции, я говорил на дебатах одну фразу, что вор должен сидеть в тюрьме. Это говорил известный персонаж в одном известном нашем советском кинофильме. Поэтому пока не будет решаться вопрос примерно так, у нас эта проблема, к сожалению, будет стоять. Поэтому здесь, конечно, здесь надо, я полагаю, бить по нескольким фронтам. Первое, то, что позволяют сегодня наши законы, это прежде всего, если мы переходим в ракурс 84-го областного закона о защите прав граждан, которые инвестировали в свои денежные средства, в жилищное строительство. Здесь надо вырабатывать план мероприятий и утверждать его в области, исходя из этого плана, соответственно, действовать. Однако одним планом здесь ограничиваться, что могут власти, это власти. Здесь надо абсолютно вести консультации и с прокуратурой, и с АБЭПом, потому что там, на мой взгляд, в принципе, преднамеренное банкротство человек к этому идет, потому что выводят много тысяч квадратных метров на офшорную компанию. Это речь идет только о том, что человек не хочет достраивать дом. Поэтому здесь надо жесткая позиция наших правоохранительных органов. Поэтому если бить по нескольким фронтам, то проблему можно решить достаточно быстро. Потому что если идти только брать законы, которые защищают право граждан, человек уйдет в банкротство, потом это арбитражное управление, конкурсное управление, эта пластинка будет играть очень долго. Жителям хотелось бы лучше завтра, а еще лучше вчера, еще два года назад они должны были въехать в эти квартиры, чем несколько лет еще будет в стадии решения, если компания уйдет в банкротство. Да, несколько вариантов решения этой проблемы, но ни один из этих вариантов не гарантирует скорого успеха. Нет, вот если я еще раз повторюсь, если брать в совокупности, что руководителя компании призовут, чтобы он преднамеренно не банкротил компанию, иначе будет определенная ответственность, вплоть до уголовной обвинения, его в мошеннических действиях, и будет ему грозить сорок тюремного заключения, тогда, возможно, он пойдет на то, чтобы сделка, за которую ему не заплачены деньги, ее аннулировать очень быстро и пустить эти фактические квадратные метры, реализовав на дострой этого дома. Потому что как раз, в принципе, по оценкам специалистов, дострой этих домов, как раз это примерно та же сумма, которая выведена в виде квадратных метров на офшорную компанию. В свое время по всей Московской области гремело в негативном свете и название компании «Социальная инициатива». Она отметилась и у нас. Вы, в том числе, активно занимались решением проблем и дольщиков социальной инициативы. Как там была решена проблема? Если мы говорим, в принципе, о проблеме обманутых дольщиков, тут надо ее раскладывать на несколько моментов. Вот один из моментов. Скажем, компания-застройщик вела свою деятельность, недостаточно удачно ее вела, и привело к тому, что у них дебет с кредитом не сошелся по бухгалтерии. То есть расходы превысили ожидаемые доходы. Естественно, эта ситуация одна. Если мы вернемся к державе «Строинвест», это ситуация другая. Это реально компания берет и идет на то, чтобы обмануть наших граждан. Эта ситуация другая. Поэтому социальная инициатива, там было ряд проблем, и я думаю, что это как раз таки момент первый. То есть они реализовывали жилье достаточно дешево. И много же людей, те, которые им реально благодарны, которые получили свои квартиры за достаточно дешевую цену. Но строительство – вещь такая. Ведь мы с вами придумали такое выражение, как «время – деньги». Соответственно, чем дольше ты строишь, тем у тебя расходы повышаются. Ну, во-первых, это та же аренда земельного участка. За нее одно дело, если проект организации строительства и вся проектная документация говорит, что, к примеру, объект строится два года. А если ты растягиваешь 4, 5, 6, то, соответственно, там арендная плата, ты уже платишь не два года, а там 4, 5, 6 лет платишь арендную плату. Это серьезно влияет, соответственно, на экономику. Опять-таки, не только арендная плата, механизация, скажем, арендованный башенный кран, который стоит денег. Генподрядные организации с застройщиками заключают достаточно жесткие договоры в плане того, что их рабочие, не выполняя те объемы, которые должны выполнять, а значит, они простают, а значит, за простой тоже платите деньги. И это правильно. И поэтому вот такая безхозяйственность, она ведет к тому, что расходы могут превысить доходы. Отсюда и появляется тема, что не могут закончить строительство. Поэтому, если говорить социально, мы тогда, я говорю это все к тому, что, конечно, вся эта тема должна очень серьезно задуматься о законодательном решении проблем. У меня есть ряд предложений, но, коль спросили о социальности, тогда давайте закончим тему социальности, и потом, может быть, перейдем к тому, какие есть предложения, реально, чтобы эта проблема больше ни в районе, ни в области у нас не повторялась. Поэтому социальности, скорее всего, это был момент, когда, насколько я помню, у социальности было по России и странам СНГ порядка, по-моему, 92 представительства. Это серьезная махина, очень трудноуправляемая махина. И поэтому, если бы товарища Карасева можно было клонировать, 92 сделать Карасевых, может быть, этой проблемы и не возникло. Но конкретно, вот у нас в Люберсах что получилось? В городе у нас был объект социнициативы, который мы успешно решили эту проблему. Я еще тогда был депутатом районного совета и возглавлял строительную компанию. И как раз силами строительная компания «Ареал», мы решали эту проблему. Получилась огороженная площадка, дом продан, продан, естественно, по цене. Насколько я сегодня понимаю, помню, там 400 или 400, там 20 долларов за квадратный метр на тот момент. Но строительство не начато. Соответственно, вроде бы денег, если бы они сразу бы начали строительство, когда они собрали эти деньги, то объект бы, я полагаю, бы стоял. Да, там была очень нулевая прибыль и так дальше, но тем не менее, он бы стоял. Но они затянули. Соответственно, на рынке пошло увеличение цен на строительные материалы. И уже никакие там 400 долларов невозможно было за эти деньги построить дом. Потому что на момент, когда мы взялись, уже рынок был порядка там 800 или 1000 долларов за квадратный метр реализовывалось договоры долевого участия. Но никак не за 400. Поэтому, да, это была серьезная работа. Мы подключали наши риелторские возможности. Это постоянные переговоры. Потому что а постоянные переговоры в чем? Потому что люди боялись второй раз обмануться. Мало ли, вдруг на смену одних пришел другой, второй раз возьмет их и обманет. Как это, кстати говоря, у нас получилось в городском поселении Октябрьский. Но, слава Богу, никто никого не обманул. И тогда было 132 человека назначилось в нашем списке, которых не получили желанные квартиры. Мы эти все проблемы удачно разрешили. И построили объекты, пошли администрации, огромное спасибо, мы всю раскладку представили, пошли на увеличение площади. Какие-то жители доплатили, каким-то вернули деньги обратно. И в результате экономика сошлась. И, слава Богу, обиженных нет. инвестор может быть тот, который рядом с застройщиком помогает ему финансово инвестирует, инвестор тот, который выполняет строительно-монтажные работы, заказчик тот, который следит за технической документацией, решает вопросы с проектными институтами, сетями и так дальше. Вот такая, если просто говоря, схема строительства, когда я апеллирую словами застройщик, инвестор, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. Поэтому, так вот, в Люберцах компания социальная инститива, она была застройщиком, то есть на ней были все права на земельный участок. В Октябрьском была ситуация сложнее, потому что социальная инститива не была застройщиком, она была инвестором. И в результате, когда были переуступлены права, и взялась другая компания или другие люди решать вопросы, и сказали, что да, они будут решать вопросы социальной инициативой, но не стали их решать. Вот что получилось в Октябрьском. Поэтому и до сих пор эта проблема там есть, очень много вопросов решены, но много вопросов еще предстоит решать. Игорь истин Игорь Валерьевич, о законодательстве хотелось бы поговорить. В 2005 году вышел федеральный закон номер 214. Этот закон как-то изменил ситуацию? Вот мы видим сейчас очень серьезные проблемы у дольщиков компании державы «Строинвест», что получается закон не помогает иногда? Вы знаете, закон «Закон на рознь», если мы говорим о законе 214, он рассказывает, как регулируются права хозяйствующих субъектов на рынке долевого жилищного строительства. Он не говорит, он изначально этот закон предполагает, что все, как одна, так и вторая сторона это добросовестные хозяйствующие субъекты. Их не говорит о том, что если вдруг кто-то там будет недобросовестным, поэтому 214 закон, я еще раз говорю, это регулирование, как надо действовать на рынке долевого жилищного строительства, что должна предоставить компания застройщик, какие договоры можно заключать и так дальше. И по порядку все расписано. Однако, чтобы один 214 закон, он никак не защитит права граждан в принципе, потому что если компания недобросовестная, мы должны избавляться от недобросовестных компаний, мы должны делать все, чтобы недобросовестных компаний на рынке не было. Ведь смотрите, много мы говорим о саморегулируемых организациях, но саморегулируемые организации сегодня ушли от лицензии, пришли к саморегулируемым организациям, но это компании, которые строят. Еще раз, застройщик может сам не строить. Я не за то, чтобы застройщики как-то регулировалась их деятельность саморегулируемыми организациями, это вообще для меня тема саморегулируемых организаций, для меня была гораздо понятнее, приятнее тема, когда были лицензии. Но это мое личное мнение, потому что саморегулируемые организации, эта тема она не одна, их ряд, это тема для зарабатывания денег, тем, кто-то там сидит, я буду резок, я буду говорить, то, что думаю, поэтому, дай бог, меня никто не осудит, потому что это мои мысли. А для того, чтобы не было на рынке недобросовестных застройщиков, тут больше должно работать уголовное право в первую очередь, какие застройщики допускаться должны на рынок, кто уже должно законодательством регулироваться, ну, к примеру, почему в области стоит проблема больше, чем в других областях, в московской, все соизмеримо с теми квадратными метрами, которые область сдает ежегодно, ведь уже много лет область лидер по жилищному строительству Российской Федерации, отсюда может отсюда и в процентном отношении может она и меньше, но в абсолюте у нас тысячи людей, которые пострадали от недобросовестных действий застройщиков, это но это я еще раз говорю, это абсолютно коррелируется с теми квадратными метрами, которые сдаются в области, поэтому мы на сегодняшний день понимаем, какие есть проблемы, какие теневые схемы недобросовестные застройщики применяют, скажем, офшорные компании, вывод денег, вывод квадратных метров и так дальше, поэтому законодательно это надо запретить, я считаю, что на рынке не должно быть компаний, где учредителями либо офшорные компании, застройщики, либо там, где учредители офшорные компании, их просто не должно быть, и это, если мы не отрегулируем это законодательством, оно так и будет появляться. Эта схема есть. Далее, а для этого что надо? Для этого надо, чтобы правительство с парламентариями, я имею в виду с Московской областной думы, этот вопрос обсудило и вышло на федеральный уровень для внесения изменений в соответствующие законы или для выработки отдельного закона по этой теме. То есть застройщик не может быть в офшорной компании, если ты офшорная компания, скажем, зарегистрированная в России, в России тоже есть зоны, скажем, такие бюджетно-налоговые, скажем так, называем в простонародье офшорными, но если компания зарегистрирована, скажем, в такой зоне Российской Федерации, пусть она там и строит, не надо идти в Московскую область строить, пусть она там и строит, для этого она там и зарегистрировалась. Я не говорю, что это должно быть в любом секторе экономики, но строительство это такой сектор, когда, если плохо, когда, скажем, тебе продали килограмм тухлой колбасы, это очень плохо, это не должно быть, это вплоть до уголовной ответственности, но это почувствовали запах, выбросили, попали на определенное количество денег, но они несоизмеримы с деньгами, которые люди вкладывают в недвижимость, поэтому соответственно и регулированность должна быть другая, этого вопроса. Я еще раз повторяю, это мое глубокое убеждение, не должно быть компаний на территории субъекта Федерации, скажем, Московской области, те, где либо они являются офшорными, либо учредителями являются офшорные компании, или, не дай бог, там зарубежные офшорные компании, это вообще нонсенс, это прямая тема, что если что-то пойдет не так, все, взятки гладки, мы увели деньги там куда-то. Вопрос уголовного законодательства, то есть надо делать все, что если мы понимаем на сегодняшний день, как люди идут к преднамеренному банкротству, это надо четко описать и должно быть легко доказуемо для Следственного комитета, для АБЭПа, для прокуратуры, а у нас на сегодняшний день построена так система, что ты еще попробуй докажи, что у него это преднамеренное банкротство, хотя все схемы уже всем давно известны, все понятны, поэтому это надо прописать, и чтобы у органов были развязаны руки, чтобы это было гораздо легче доказуемо, ну и соответственно сроки заключения за такие вещи должны быть ну не соизмеримы с тем, которые есть сегодня, поэтому если тогда люди и будут бояться идти на то, чтобы обманывать наших граждан, а сегодня они не боятся, потому что они обманули доказать, там докажет, не докажет, там средствия, было преднамеренное банкротство, не было преднамеренное банкротство, ну и поэтому рискуют в плане этом, ну риск сводится к минимуму, потому что очень тяжело доказуемо идти, надо развязать руки, чтобы легче было доказуемо, и мы увидим результат. В статье 23 214 закона сказано, что инвесторы, чьи права нарушены застройщикам, имеют право подать сведения о себе в специальный реестр. Многие дольщики, кстати, даже не подозревают его существование. Есть ли вообще смысл вступать в этот реестр? Конечно. Реестр обманутых дольщиков? Конечно, смысл есть. Реестр на сегодняшний день у нас ведет Министерство строительного комплекса Московской области. Как он ведется, что регламентировано нормативными документами Министерства ЖКХ Российской Федерации. Поэтому, но опять-таки, не каждый пострадавший может заявиться и может вступить. Во-первых, объект должен быть признан проблемным. И тогда начинается по нему работа. Начиная с плана мероприятий, формируется реестр дольщиков, и тогда люди заявляются. Но опять-таки, держава Стройинвест, как раз-таки, можно идти по этому пути. Если другого пути нет, о котором я говорил, более, когда мы действуем по всем фронтам, может и не понадобиться не вступание в какие реестры, может вопрос на корню решиться гораздо раньше и гораздо спокойнее. Если застройщику объяснят правоохранительные органы, что он с огнем играет, и можно за это просто посидеть в тюрьме. А сделку здесь должен работать АБЭП, чтобы эту сделку расторгнуть, вернуть эти квадратные метры, достроить жилье. Поэтому опять-таки, что касается реестра. Реестр строго регламентирован. Если раньше, когда создавался комитет по долевому жилищному строительству и одна из тем было решение вопроса обманутых дольщиков, потому что не только этим занимался комитет, там еще была приписка ветхому аварийному жилью. Но одна из тем была обманутая дольщика. Мы брали тогда всех абсолютно людей, пострадавших на рынке жилищного строительства. На сегодняшний день в реестер могут попасть далеко не все люди, потому что реестер заставляет людей быть более грамотными. Если вы понесли деньги застройщику, у которого нет права устанавливающих документов на то, что он имеет право строить этот объект, вы не попадете в реестр обманутых дольщиков. Это получается ваша невежественность, ваше незнание законодательства и ваша проблема, то, что вы пошли отдали деньги непонятно кому. Другое дело, конечно у застройщика абсолютно все документы, вы принесли деньги, зарегистрировали договор о долевом участии в строительстве федеральной регистрационной службе, тогда да, тогда совершены действия застройщикам такие, что вы не можете получить свое жилье, что объект не может быть достроен, тогда вас включают в этот реестр. мы говорили о том, что строительство в Московской области, Московская область по объему строительства сейчас среди лидеров в Российской Федерации, как регулируется сфера жилищного строительства в Московской области, чтобы возникало как можно меньше таких проблем с обманутыми дольщиками? Ну, я уже сказал в начале нашей беседы, парламентарии Московской области приняли закон 84-й защите прав граждан, который фактически он регулирует, что нужно делать поэтапно, по шагу, если на объекте сложилась такая ситуация, о которой мы рассуждаем. Вот, этот закон претерпевает изменения с учетом определенных веяний или изменений федерального законодательства, но я еще раз говорю, здесь проблема гораздо глубинная, надо менять федеральное законодательство, потому что ведь закон Московской области, он не может противоречить федеральному законодательству. Для того, чтобы не было проблемы, я сказал, что надо делать, чтобы компании те схемы, которые уже известны и понятны, как людей обманывают, от них надо избавляться, избавляться на законодательном уровне. Я уже сказал, первое, офшорные компании, второе, более легко доказуемая тема преднамеренного банкротства, третье, это увеличение сроков для тех, соответственно, если это преднамеренное банкротство, значит, ты мошенник, если ты мошенник, ты сядешь в тюрьму и надолго. Вот тогда у людей будет опасность вести на рынке себя некорректно, мягко сказанно, попросту обманывать, кидать, как хотите, наших граждан. Пожалуйста, обращайтесь за консультациями, я готов еще раз прийти, или если жители начнут писать в программу какие-то вопросы, готовы на них ответить, дабы у нас таких случаев не было. Потому что я представляю, что такое, когда люди продали какую-то недвижимость, насобирали деньги, может, они всю жизнь собирали, вкладывают, их обманывают. Это трагедия. Вот таких трагедий давайте, может, посредством моих средств массовой информации, в том числе и нашей передачи, давайте избежим. Спасибо. Дорогие телезрители, в эфире Люберецкого районного телевидения была программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях был Игорь Валерьевич Каханной, советник главы Люберецкого района и города Люберцы, президент благотворительного фонда «Люберецкий квартал». На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин